Старт ежегодного спортивного марафона «Лыжня года» был дан самыми маленькими участниками забега – дошколятами и первоклашками. Дистанция в 500 метров на территории первой Голицынской школы для них стала серьезным испытанием. В группе поддержки – внимательные и любящие родители. Они подбадривали своих чат кричалками и давали ценные советы еще на старте. В первую неделю весны столбик термометра начал стабильно показывать плюсовую температуру. Снег лежал рыхлый и немного подтаявший. Но для лыжного спорта это считается, наоборот, комфортными условиями. А во время детского марафона в актовом зале школы проходила презентация городского проекта, который совсем скоро воплотится в жизнь – галерея Ларисы Лазутиной. Он имеет как социальную, так и педагогическую значимость. Конечно, Лариса Евгеньевна Лазутина – это тот человек, о котором мы должны знать все. Потому что это нестандартный человек и интересный. Знаю Ларису Евгеньевну более 20 лет. И приятно, что в этом образовательном учреждении будет такое событие происходить. По задумке, в рекреационной зоне зимнего сада, в варочных витражах и стеклянных пеналах будут храниться фотографии о родных краях, достижениях и головокружительных моментах славы. Выдающиеся женщины, ставшие примером для подражания современного поколения, героя России Ларисы Лазутиной. Каждая ее победа в лыжном спорте – это настоящий подвиг во благо России. Конечно, мне хочется, чтобы, если это действительно нужно и заслуживает внимания, конечно, это должно быть. Я думаю, каждая школа может найти такое достойное лицо, которое, в принципе, у нас район очень богатый. И не только спортсменами, и предпонимателями, и иными лицами, которые… И герои России есть у нас в том числе. И если каждая школа именно силами ребят еще, и, конечно, и родители должны, и власть наша должна помогать. Когда вот этим они будут заняты, они поймут историю. Историю личности, историю своего района, города. И тогда, наверное, у них более будет здесь вот по-другому откликаться на многие события в стране. Затем делегация из первых лиц района отправилась на спортивную площадку, находящуюся в глубине леса на западном проспекте города Голицыно. Здесь проходил второй этап лыжного марафона уже среди старшеклассников. Ученикам с 5 по 11 классы предстояло пройти лыжные дистанции продолжительностью 1200 и 2000 метров. Сложно кататься из-за того, что скользкий снег, и много народу, и все толкают тебя. Здесь человек 30-35, и все толкаются, и неудобно ездить. Когда ты там с классом катаешься, там ходишь на тренировки, вот эти подготовительные, то там как-то легче и класс, а здесь много девочек, и все хотят победить. Во время соревнований пятикратно олимпийская чемпионка Лариса Лазутина помогала школьникам, объясняла технику дыхания и даже делилась профессиональными секретами. После наставления в ребятах проснулся соревновательный дух, и они отчаянно устремились к победному финишу. Екатерина Стросветская, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.